добрый день дорогие друзья добро пожаловать ко мне на кухню вчера я варила соус тхемали из настоящий алычи и второй вариант как всегда как я часто готовлю и слив так как в испании сливы есть целый год я их делаю часто и понемногу часть слив и алычи я закрыла вот так вот целыми плодами в банках без соли без сахара просто залитой водой в любой момент когда у меня например нет вот готового тхемали я могу открыть и хоть варенье сделать хоть опять приготовить вот такой вот тхемали а вот алыча не она больше нужно для потому что могу использовать суп харчо в лобио или же в чакапули так как он дефицитный я поэтому две банки сохранила для вот этих вот блюд я хочу еще раз сказать если у вас нет тех специй что я там использую возьмите кинзу чеснок острый перец все это хорошо помешайте если повезет и у вас есть хмели-сунели добавьте и у вас прекрасный получится соус тхемали ну все сейчас посмотрим как я это готовила как стерилизовала в автоклаве и в обычной кастрюле как мы готовим обычно домашних условиях стерилизуем любую консерву соус тхемали буду варить двух кастрюлях так как они разные по цвету значит сюда я заливаю воду не доходя до половины кастрюли этого хватит а здесь у меня уже налито примерно тоже вот так и здесь у меня в баночках я буду целыми закрывать одну банку красную сливу закрою и 2 алычи здесь у меня свежая болотная мята у неё стебли уже почти высыхают тоже хочу чтобы разварились вместе с этими плодами положу по половинке так как у меня нет сухого укропа высушенных зонтиков я вот купила в русском магазине сухой укроп здесь он молотый вместе с семенами и вот видно что там стебли и палочки тоже присутствует половина высыплю сюда и половина суда это вместо зонтиков хочу показать разницу между обыкновенной мятой свежей которую мы вот и в компот и в чай используем вот такой вот он мелкие красивые листочки здесь и аромат очень мягкий а вот это вот болотная мята у нее более такие вот закрученные листья и более темные листья так что вот это отличие но если вы не найдете болотную мяту то конечно же можно положить и такую свежую ну все включаю плиту и пусть сварятся наши тремали и слива они все осядут и станут меньше тремали уже очень хорошо сварились алыча прямо растаяла и слива тоже очень хорошо сварено она немного остыла и перелить надо в дуршлаги чтобы стекло от лишнего сока осторожно все горячее и то же самое сделаю со сливой пусть остывает и потом буду протирать через сито вот я протерла зеленую алычу эту траву вареную не не убирайте очень легко вот так вот протирать помогает руки не натираются и вот видео косточки оголенные так что очень хорошо протерла я алычу вот она очень густая получилось сок процеженный от алычи он очень кислый так что я скипятила воду и потом уже буду разбавлять сейчас я точно также протру красную сливу как я и говорила вот эту траву не буду убирать ей очень легко протирать в любом сити но сейчас продолжу протирать сливы очень удобно вот так вот раздавите их все чтобы легко было потом пропустить через дырочки в дуршлаг это слива не очень кислая была чтобы не разбавлять водой я оставила немного своего собственного сока все пропорции я оставлю под видео примерно на 2 килограмма слив эти пропорции не буду говорить так как красные сливы здесь у меня больше зеленые меньше и я все специи и мы приготовленную вот эту зелень буду уже на глаз добавлять видите не убирайте зелень не убирайте косточки и сразу блендером ни в коем случае здесь вот не измельчайте будьте осторожны такую массу конечно может когда буду соединять вместе со специями тогда да время от времени надо счищать с боков сейчас перечислю чем я буду заправлять какими ингредиентами ну конечно же зелень побольше укропа острый перец у меня зеленый сейчас обычно и красный бывает но данный момент у меня зеленый красный буду использовать сухой я уже промылила его мельницы немного он балла болотную мяту много не кладу так как я уже варила в этом в этих листьях и стеблях и побольше кинзы кориандр свежий из сухих вот такой кориандр зерна семена кинзы я вот ступки измельчила и немного там красного перца добавила отсюда чтобы хорошо протиралась вот свежие истолченные семена кориандра буду добавлять свежий чеснок две головки здесь у меня хочу сказать насчет специй и то что я сейчас перечислю уцхосунели это пожитник голубой здесь базилик сушеный и немного кондари кондари это чабер но его не обязательно добавлять и вот этот еще базилик у меня я его сушу сама просто вот хочу листья обобрать два-три дня как они сушились и протереть вот так вот рукой если у вас нет отдельно голубого пожитника пожитник голубой сусунели как мы называем можете использовать хороший качественный хмели сунели вы можете сами приготовить хмели сунели в домашних условиях у меня есть очень хороший рецепт тоже посмотрите там плейлистах где специи и еще омбало омбало это болотная мята только в сушеном виде вот это вот мята высушенная как специи поэтому я свежие листья не буду много добавлять вот смотрите какой красивый цвет не всегда такой цвет получается слива попадается разное иногда снаружи красная красная внутри не такого цвета и получается коричневый но все равно хорошо всю зелень я порезала вместе с чесноком я сейчас измельчу блендером немножко залью кипяченой прохладной водой чтобы было легче измельчать все равно мне нужно будет разбавлять так как очень густой получается засыплю чеснок засыплю всю зелень у моего предыдущего видео почти миллион просмотров многие готовят многие благодарят что очень-очень вкусно получается и жалеют о том что сделали мало и ждут следующего сезона так что вы тоже приготовьте сейчас добавлю специи все сейчас добавлю сон повторно блендером проверну добавлю вот три ложечки а потом проверю конечно же на вкус добавляйте по своему вкусу сейчас буду соединять с нашим соусом в гемале визуально поделю вот этот соус на три части одну часть зеленую вот в эту алучу а две части в красную по объему так и получается одну большую ложечку сюда две сюда опять одну сюда и остальное сюда сейчас я это все хорошенько перемешаю цвет все равно остается такой красивый обязательно проверю на вкус на соль и где надо будет добавлю сахар смотрите какая красота как же вот это не приготовить даже обычную жареную картошку она превращает вкуснятину некоторые мне писали даже с хлебом люблю действительно так и сейчас здесь помешаем здесь она густая как я и говорилось добавлю кипяченую воду и конечно же придется добавить соль сахаром уже перемешаю желтый цвет превратится в зеленый здесь еще густой так что надо добавить еще раз говорю если ваши сливы не очень кислые и можно добавить его собственный сок добавлять а этот не очень был кислый поэтому я добавила его собственный сок я сейчас это все опять блендером пройдусь сюда соль надо добавить сюда побольше сюда добавлю одну чайную ложку сахара я попробовала и кислый надо еще добавить все это очень вкусно получилось здесь я засыпала соль и сахар добавлю тоже проверю смотря в каком дуршлаге вы пропускаете вот эту вот массу у меня немножко были с дырочками и некоторых местах она получается крупным и поэтому я блендером опять пройдусь уже по всей массе может скажете а как делали наши бабушки наши бабушки все делали руками все делали в дуршлаге все протирали измельчали все в ступке конечно наши технологии сейчас облегчают нашу работу вот она уже пастообразная уже никаких комочков ничего лишнего очень хорошая структура сейчас пройдусь по красной все здесь тоже уже все хорошо измельчилось я сейчас принесу банки и разолью по баночкам обычно я разливаю вот в таких вот бутылках с пробками но не знаю в автоклаве как произойдет так что я их не буду уже экспериментировать буду разливать вот в этих банках их у меня очень много так что начинаю заливать если на сейчас то это все надо прокипятить и так сохранить но я хочу это на долгое хранение поэтому надо стерилизовать и поэтому я не варю так что так как стерилизации она будет и так и так сварена закрываю крышкой вот получилось три баночки зеленой тьемали они по 500 грамм почти и вот это вот маленькая чашечка ну сейчас начну разливать красный тьемали я очень люблю красный тьемали поэтому его побольше сделала вот получилось 7 красный тьемали и три зеленых сейчас вот в эти целые залью воду все это потом сильно закрутим крышки и будем все это стерилизовать в автоклаве сейчас банки уложу в автоклав а вот эти отдельно простерилизует так как высокие очень банки все вместе не помещаются ну ничего литр воды кольцо хорошо я уложила закрою крышкой и закручу винтами оставшиеся банки я про стерилизую обычным способом кастрюле уложу полотенце и уложу все банки и сейчас заполню водой включу плиту обе температура как только поднимется на 120 градусов и атмосферное давление будет один после этого в автоклаве буду варить 15-20 минут а здесь как и обычно до полной стерилизации ну все ждем чтобы не было большой нагрузки на плите я перенесла вот эту кастрюлю чтобы она здесь стерилизовалась уже почти 40 минут вода хорошо кипит банки внутри прекрасно себя чувствуют так что еще минут двадцать пять-тридцать и она уже будет готова простерилизована по автоклаве уже восемьдесят один градус почти восемьдесят два и это слышно все хорошо варится так что продолжаем уже прошло полтора часа с момента как я установила кастрюлю и здесь уже в полную все скипело даже вода уже снизилась так что уже все выключаю плиту оставляю вот так на плите пусть сама остывает сейчас обязательно открою оба варианта и зеленый и красный ткемали вот она очень вкусная густая такие ароматы вылетели из банки сейчас 2 открою это зеленый а луча супер налью на белые чашки что было очень хорошо видно и красный тоже вы не представляете какие ароматы соус ткемали можно подать начиная с жареной картошки мясо курицы все что можно даже просто с хлебом очень вкусно как раз духовке у меня жарится форель и грузинский хлеб чады так что достаю и накрываю на стол вот она чады готовится из кукурузной муки мне повезло иногда попадается белая мука я форель обмазывала вот такой смесью острый перец кинза чеснок и семена кинзы все хорошо измельчила полила растительным маслом и запекла сейчас я сюда вот в эту смесь добавлю одну чайную ложку винного уксуса перемешаю и опять обложу помимо того что у меня есть соус ткемали вот этот состав придаст прекрасный вкус у меня есть рецепты из рыб тоже можете посмотреть под каждым моим видео можете найти список плейлистов по темам и найдете то что вам нужно так что у нас сегодня на обед рыба с вкусной свежей ткемали двух видов легкий салатик чады вот это аджика прошлогодняя я прошлом году очень много сделала очень вкусная тоже хранится в шкафу не надо ни холодильник ничего сейчас я на салат полью оливковое масло оно придаст еще лучше вкус вот такой сегодня обед я еще раз вам напомнила о соусе ткемали я хочу временно попрощаться подписывайтесь на мой канал кто не подписался пишите комментарии и делитесь со своими друзьями берегите себя и своих родных до новых встреч на кухне в мире и 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 Продолжение следует...